МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше не будет сдерживать цены на сахар и масло. Не пора ли вводить продовольственные карточки? Международный день детских изобретений. Над чем работают юные барнаульские ученые? Омикрон добрался до Сибири. В Красноярске выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. А в это время в Москве уже вовсю бушует инфекция. Готов ли наш регион к встрече с омикроном и взрывной волне, которую прогнозируют уже через две недели, узнавала Валентина Аскерова. Повреждения верхних дыхательных путей, острые головные боли, насморк и температура. Такие симптомы сегодня выявляют у жителей более чем 100 стран мира. Это новый штамм коронавируса омикрон. Протекает он менее болезненно, чем предыдущий дельта. И все бы ничего, только распространяется омикрон в глобальном масштабе. Один заболевший заражает 100 человек. От омикрона захлебывается сейчас Америка. Его ежедневно регистрируют и в Центральной России. В Москве в связи с визитом заморского гостя уже подумывают о новом локдауне. В Москве к коронавирусу настолько привыкли, что новую волну заразного штамма особенно не выделяют. Большинство компаний уже научились работать на удаленке. И если обычно в компаниях, например, в моей гибридный график, и раз в неделю я могу приехать в офис, то сейчас этой возможности снова не будет понедельника. И мне придется работать из дома. Нету какой-то всеобщей паники, потому что люди к этому в целом готовы. Нет скопления народа в общественных местах. Ну и, конечно, многие, кто не успел привиться до этого, делают прививку именно сейчас. Сегодня в СМИ сообщили, что омикрон проник и в Сибирь. Пять заболевших выявили в Красноярске. Это событие напугало далеко не всех жителей Барнаула. Я думаю, что вряд ли повторится эпидемия, которая была вот прямо в самом начале. И такой прямо эпопеи уже не будет, что была в самом начале, и все будет нормально. Боимся, боимся. Я уже ревакцинировалась. Моя вакцина была. Спутник вы две-два раза ставили. И сейчас спутник лает. Я сильно не боюсь, но маску все равно. Защитили себя? Ну, постаралась. Как? Бог даст, не знаю. И правильно делают, заявляют алтайские инфекционисты. Прививка – это по-прежнему главная защита. Она, конечно, не защитит, но поможет легче пережить коронавирус, в частности, омикрон. Да, есть данные о том, что процент тяжелых форм течения болезни при омикрон меньше, летальность ниже. Но здесь, я думаю, уместно перейти к категории абсолютных цифр. Если количество заболевших будет в разы больше, в три, в четыре, в пять раз больше, то нагрузка на госпитальную базу, на реанимационные койки не уменьшится, потому что пропорционально увеличится и количество тяжелых больных. В Минздраве края в случае вспышки омикрона, которую прогнозируют уже через две недели, готовы дополнительно развернуть в госпиталях 700 детских коек. На сегодняшний день, исходя из возможностей реанимационных служб, мы не планируем закрывать чистое отделение в пятой городской больнице. Опять, в зависимости от сценарного плана, если будет развиваться по негативному сценарию, то в определенный период времени мы примем решение при остановке плановой медицинской помощи, для того, чтобы нам привлечь этот медицинский персонал для оказания той необходимой помощи, как в стационарах ковидных госпиталей. Министр здравоохранения также рассказал, что с приходом в крае микрона нагрузка на первичное медицинское звено вырастет в разы. Протекает болезнь легче, поэтому большая часть населения сможет лечиться на дому. Сейчас идет усиление работы колл-центров в поликлиниках края. 360 регистраторов, операторов сегодня и определенные технические возможности по расширению данного пула работников у нас также имеются до 615. И это тот резерв, который мы дополнительно будем привлекать. Это студенты вузов, это студенты медицинских колледжей. Возрастет нагрузка на неотложную и скорую помощь. К работе планируют подключить больше сотни бригад дополнительно, пояснили в Краевом Минздраве. Вырастут и объемы ПЦР-исследований. Если к тестированиям подключатся Роспотребнадзоры и частные клиники, то маски на коронавирус получится брать у 14, а то и 15 тысяч человек в сутки. В Барнауле из-за плюсовой температуры на дорогах образовалась каша и гололедица. В мэрии сообщают, что меры по очистке усилены. На очистку дорог и тротуаров выведено 79 единиц техники. Ну а по данным медиков, к часу дня в первую городскую больницу скорой медпомощи с травмами обратилось 12 человек. По словам врачей, это немного. В среднем за сутки с травмами в медучреждение обращается порядка 40 человек. Такие погодные условия повышают и риск аварийности на дорогах. Специалисты рекомендуют соблюдать меры безопасности. Пешеходам не держать руки в карманах для сохранения равновесия, а водителям сбавить скорость и соблюдать дистанцию. Продолжим. Российское правительство больше не будет сдерживать цены на популярные продукты пищевой корзины – сахар и подсолнечное масло. Власти решили отойти от практики соглашений с бизнесом и торговыми сетями и делать ставку на рыночные механизмы. И, возможно, даже возродить продовольственные талоны для тех, кто мало зарабатывает. Моя коллега Анастасия Дороган готова рассказать, что думают об этом алтайские эксперты. Ей слово. «Пусть все решает рынок», – заявили в правительстве страны. И объявили, что не будут больше сдерживать цены на продукты. Напомним, после соглашений с производителями товаров, поставщиками, торговыми сетями еще в декабре 2020 года, стоимость на сахар и подсолнечное масло контролировали искусственно вплоть до июня-октября 2021 года соответственно. Сейчас, когда психологический предел бьет стоимость гречки, эту новость восприняли нерадостно. Большинство барнаульцев уже выбирает, что им есть. «На всем экономить 10 тысяч пенсий получаешь. Бегаешь, ищешь, где подешевле». Эксперты объясняют, заморозку цен вводили в ответ на пандемию, проблемы с логистикой, внешние факторы, когда экспорт продуктов был выгоднее для производителей. Сейчас ситуация другая, и бороться с инфляцией в том числе предлагают рыночными методами. «Одно из этих мер, в частности, является, как тоже один из факторов инфляции, это снижение покупательских способностей населения. То есть у людей просто, в общем, денег становится меньше, и покупательная способность падает». «Мы студенты, мы от всего отказываемся». «А от чего в первую очередь не позволяет?» «От мяса». «Они самое необходимое, ну это какие-то деликатесы, типа, ну колбаса какая-нибудь или всякие, там вот всевозможная рыба, ну тоже мясо, отказываться приходится». Юрий Фридц, председатель Алтайского союза предпринимателей, допускает, что такое решение правительства может заставить цены подняться еще выше. Этакая провокация. Взамен власти предлагают введение продовольственных карточек, как в 90-е, для тех, чей доход не позволяет покупать социально важные продукты. Но и здесь все не так однозначно. «На мой взгляд, это было достаточно дискомфортно. У нас сегодня нету в стране дефицита продуктов питания. Весь вопрос в том, что продукты питания становятся, ввиду конъюнктуры, ввиду ценовой конъюнктуры, недоступны достаточно широкому кругу населения страны». «Конкретные решения по введению этих продовольственных талонов или карточек вводились в 2014 году. Но сама система так и не создана. Почему это вопрос сложный? Опять же, вопросы и к правительству, и особенно к региональным органам власти, которые, в принципе, на практике это будут реализовывать». Для этого нужна нормативная база и целый институт, который за 8 лет так и не появился. У участников рынка другое предложение. Впрочем, они его озвучивают уже в который раз. Наполнить этот рынок доступными и качественными продуктами местного производства. А для этого смотреть не только и не столько в сторону крупного бизнеса и монополистов. «В сторону развития предпринимательства, малого бизнеса, тот, который работает на земле, тот, который создает конкретный продукт, конкретную услугу, возможно бы даже на коротком плече можно бы получить определенные изменения». А тем временем средняя цена гречки в Алтайском крае перевалила за 100 рублей. За год она выросла почти на четверть. В конце концов, в правительстве страны считают, что ограничения не помогут. Судя по материалу газеты.ру, в проблему они видят в доходах россиян. Сегодня на совещании в правительстве региона губернатор Алтайского края Виктор Томенко озвучил новое кадровое решение. Уже с завтрашнего дня кресло теперь уже бывшего министра сельского хозяйства Александра Чебатаева займет Сергей Межин. Экс-министр, заслуженный работник органов государственного и муниципального управления написал заявление на увольнение по собственному желанию. Смена кадров произошла и среди других представителей власти региона. Новые лица возглавили такие должности, как начальник секретариата губернатора края и начальник департамента. В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в выходные дни. Депутат Султан Хамзаев считает, что в это время торговать спиртным должны исключительно в барах. Такое предложение он вынес с целью защиты здоровья граждан, говорит сам политик. А мы вышли на улицы Барнаула, чтобы узнать, как горожане относятся к этой инициативе. Может и правильно, но я думаю, ничего-то не поможет и толку не даст. Нет? А почему? Ну, не знаю. Раньше будут покупать, наверное, в субботу, в пятницу вечером. И самогонку гнать будут. Нет, короче, не знаю. Фигня это все, мне кажется. Люди должны сами решать, когда и что им пить. Я как бы не пьющий, но все-таки считаю, что люди сами должны решать. Но результата не будет. Это мое мнение. Почему будут подпольщики на этом наживаться? Это первое. Второе. Ну, у кого торжества, как и они заблаговременные, я думаю, уже запасы сделают какие-то. Вообще бы поддержала это. Меньше, я думаю, будут пить. Люди сидят неадекватно. Когда идешь по улицам, везде идут с пивом. Это некрасиво, знаете. Как-то хочется, чтобы, знаете, ну, люди понимали, что это некрасиво на улицах употреблять вот это. Я за это. Вот в Чечне же не продают, так и у нас вот я езжу. Очень приятно смотреть на людей. Это приведет, я даже не скажу, к чему. Проще это откроется. Подпольная продажа спиртного обязательно, в первую очередь. Оправданное, на самом деле, потому что население очень сильно, так сказать, вот это не повышается продажа алкоголя. И алкоголизм возрастает. Поэтому вполне оправданное. И все равно будет хорошо. Один раз запретили. Страна развалилась. Снегоход, батут для гимнастов и шрифт Брайля для слепых. Если вы не знали, то все это изобрели дети. В Международный день детских изобретений мы решили рассказать о тех, кто сегодня творит науку. Анастасия Наборщикова познакомилась с ребятами, которые знают, как не дать сибирским городам замерзнуть. Шахматист, журналист и дипломат Бенджамин Франклин в свое время подписал Декларацию независимости и Конституцию США. Он же изобрел ласты. Тогда ему было 11. Это выглядело так. Сегодня в его день рождения. День детских изобретений. Максимум графика, минимум графика. И видим, что он работает без нагрузки по сумме амплитуд. А это уже гений 21 века. И живут они рядом с нами. Как не оставить без тепла Барнаул или Яровое, знают Кирилл и Александр. Их изобретение – нейросеть, которая отслеживает электромагнитное поле двигателя. К примеру, на ТЭЦ. Такие системы, установленные на двигателях, могут периодически собирать информацию и обрабатывать. Можно сказать, предсказывая, сколько мотор еще будет работать нормально и через сколько его придется заменить. Обходчик оборудования идет. Он просто прибором измеряет электромагнитное поле у двигателя. И искусственный интеллект на планшете или на каком-то КПК ручном показывает, исправен двигатель или неисправен. Хотя он работает. То есть какие скрытые дефекты в этом двигателе уже имеются. Еще один плюс. Такая диагностика не требует остановки. Двигатель продолжает работу и предприятие не несет убытки в сотни тысяч рублей. Изобретение можно назвать чудом. И сейчас его цена всего две тысячи. Мы планируем продолжить наши разработки. Скорее всего, мы очень надеемся это увести в коммерческое русло. В плане внедрить на реальное производство, получить реальный фидбэк от людей. И попытаться как помочь людям, так и создать свой стартап. Рядом с Кириллом и Александром изобретают информатики, математики, физики, химики и те, кто занимается робототехникой. Наследники Полузунова изучают науку фундаментально. Подобного в школе зачастую нет. Как и лабораторий, исследований и экспериментов. У вас в среднем пятиклассник сколько часов занимает? По физике он занимается 10 часов из них. Два физика, два химия, два информатика, два математика, два этих творчества. То есть подготовка вот такая. Результат работы – это победы на конкурсах, бюджетное место в Москве и приглашение на работу. В прошлом году Александр и Кирилл стали финалистами на международном конкурсе в Штатах. Свою работу презентовали на разговорном английском. Сейчас предстоит на русском. Возможно, имена барнаульских ребят тоже когда-нибудь станут наравне с именами, давно вписанными в историю. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. В Алтайском государственном музыкальном театре назначен главный режиссер. Константина Яковлева, который ушел из театра в августе 2021 года, сменила Татьяна Столбовская. Зрителям она уже известна по постановкам «Любовь и голуби», «Невеста из Эмеритеи» и новогодним тетрализованным представлением для взрослых «С Новым годом, папа». Вместо ручки и блокнота – шарик и ракетка. Алтайские журналисты приняли участие в турнире по настольному теннису. За победу за столами борьбу вели представители УФСИН, Сибирской медиагруппы, Рива Спорт и Катунь-24. Участвовал и наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Он расскажет, кто победил. Спокойствие и тактика выжидателя почти дала свои результаты. В турнире я стартовал с победы, правда, потом два поражения подряд. Но, как итог, три партии я выиграл и в трех потерпел неудачу. Всего приняло участие семь журналистов разных средств массовых информаций, начиная от телевизионных, заканчивая пресс-службой. Играли по круговой системе, то есть каждый с каждым. По итогу теннисных баталий победителем стал Иван Сухасыр из пресс-службы УФСИН. Второе место занял Виталий Барабаш из Толка. И третье у Дмитрия Евполова. Рива Спорт. Турнир всегда интересный. По настольному теннису он у нас традиционный. Собираются много игроков. Прежде всего, не только поиграть, еще пообщаться. И всегда рады друг друга видеть. Но это своего рода тоже праздник в праздник. Кстати, настольный теннис в Алтайском крае вполне неплохо развивается. А сейчас команда мастеров Суперлиги идет на первом месте после двух сыгранных туров. Скажу, что 24-27 февраля мы принимаем третий тур. Будет в спорткомплексе победа. Наша подгруппа, шесть команд. И я думаю, что после третьего тура, наверное, уже процентов 90 будет видно, проходим мы в Премьер-лигу или нет. А в региональном центре по настольному теннису сейчас занимается 180 юных теннисистов. Филиалы открыты в Бийске и Благовещенке. По словам Багияна, теннис – очень массовый вид спорта. Для примера, в последнем краевом турнире участвовало около 200 спортсменов. Таким количеством может похвастаться далеко не каждый регион. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а теперь о спорте профессиональном. Хоккеисты «Динамо Алтай» проводят очередные игры в рамках первенства ВХЛ. Барнаульцы сейчас гостят у «Саратовского кристалла». И после двух игр результаты не радуют. Первый матч команды сыграли 2-2. И вопрос о победителе хоккеисты решили в серии буллитов. Там точнее оказались хозяева. 3-2. Во втором поединке алтайские хоккеисты планировали взять реванш. Но получили три шайбы в первом периоде. В оставшийся игровой отрезок «Динамо Алтай» пытались выровнять игру. Кристалл было не остановить. Уверенная победа хозяев 6-2. Сегодня у команд день отдыха, а уже завтра они выйдут на третий матч в серии. А на этом у меня все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok